Раз-два, раз-два, всё. Ребята, привет! Рабочая помощь в эфире у нас, как всегда. Алексей Вдовин на границе Европы, Азии, в России, в Екатеринбурге. И со мной сегодня... Программа выходит не в прямой эфир, она в записи, потому что рядом со мной культуролог Георгий Цыплаков. А, чтобы вы понимали, он не то чтобы в двух шагах от меня, но в пяти шагах от меня живёт, поэтому смешно нам залезать в стерео, делать прямой эфир, мы просто сидим рядом. О чём наш сегодняшний эфир? Буквально на днях состоялась премьера документального фильма «Роман Тягунов», в работе над которым Георгий принимал непосредственно участие, он автор сценария, он, я так понимаю, режиссёр, и всё, что угодно в этом фильме он делал, мы об этом поговорим, но я вам сразу рекомендую для начала поставить эту запись на паузу, эфир никуда не денется, и здесь же у нас в рабочей помощи, в Телеграме, либо ВКонтакте, посмотри кино, прежде всего. 50 минут, фильм очень хороший, мы о нём поговорим, и чтобы вы были больше в теме, включайте, смотрите, а потом возвращайтесь к эфиру. Георгий, привет! Привет, Алексей, привет всем! Ну, надо сказать, что на самом деле это только повод, разговор о фильме, потому что мне в общем-то хотелось бы поговорить и о времени, и о, может быть, поэзии в целом, поэзии конца прошлого века российской. Ну, в общем, поговорим обо всём, постараемся, по крайней мере. У меня первый вопрос к тебе такой. Ты же вообще по жизни, ну, я не знаю, критик, поэт, переводчик, наконец, учёный, исследователь культурологии, вообще в целом культуры в контексте времени. Как тебя в этот формат вообще, это же такой своеобразный формат всё-таки, снимать кино, почему ты вообще решил сделать кино? Формат документального фильма, в смысле. Ну, так. Я должен прежде всего тебя поправить, я, конечно, не режиссёр этого фильма, возможно, это объяснит, почему я в это ввязался. У фильма четыре автора, Артур Погосян, Ирина Третьякова, Вадим Овчинников, вот они, в общем-то, и значатся в титрах как режиссёры, и это абсолютно справедливое определение. А я автор сценария и ведущий. Как я в это ввязался? Всё очень просто. Когда мы думали, какую грантовую заявку подать в президентский фонд культурных инициатив, который поддержал наш проект, мы решили сделать фильм на литературную тему. И когда мы просто перебирали темы, мы, в общем-то, и вспомнили вот мои статьи о романе Тигунове, как раз то, с чего ты начал, чем я обычно занимаюсь. И поняли, что об этом замечательном Екатеринбургском, Свердловском поэте нет ни одного фильма до сих пор. Хотя фильмов про Бориса Рыжего, с которым он дружил и общался уже штуки четыре, если я не ошибаюсь, если кто-то чего-то ещё не снял дополнительного, чего я не видел. И сразу же заявка стала уникальной. И мне кажется, она в конкурсе грантов и победила именно из-за своей уникальности. А дальше уже пути назад не было. Пришлось писать сценарий. И ты знаешь, что мы к этой теме давно подступались. Мы с тобой собирались это сделать. И какие-то уже сюжеты даже писали для этого. Вы с Владимиром Матвеевым, исследователем творчества Тигунова, сходили на могилу романа. И таким образом мы вот в этот проект вошли. Смотри, вот Роман Тигунов. И кто за мной, допустим, следит в социальных сетях, знает, что для меня это имя, в общем, из первого ряда. Я вспоминаю 89-й год. Я случайно тогда, можно сказать, оказался в Екатеринбурге, когда хиповал и ездил по России автостопом. И мне попала в руки книжка вот этого 89-го года. Это письмо Генсеку, так называемая поэма. Хотя это, конечно, сборник стихотворений. И вот тогда еще в 89-м мое первое знакомство с Тигуновым состоялось такое, с текстами. И с той поры для меня это имя уже звучало. И когда я оказался в Екатеринбурге в нулевом году, я знал, роман Тигунов, поэт номер один. Ну, для меня, по крайней мере, это так было. Я вот всегда читал его с таким трепетом, когда начали выходить книги, стал все покупать. Каким было твое первое знакомство с романом Тигуновым? Как раз вот в фильме этот момент есть. В общем-то, фильм с него почти начинается. Я узнал про романа Тигунова прежде всего не как про поэта. Хотя вот мои знакомые, в частности Алла Поспелова, она утверждает, что мы с Тигуновым были на каком-то мероприятии, где читали стихи. Я тогда тоже читал стихи, но я тогда был совсем юн. Мне там было лет 20. И где-то на Пушкина, в доме писателей нашим, был какой-то вечер, где Тигунов стихи читал. И Алла про это так вкусно рассказывает, что я даже уже почти в это сам поверил. И вот я представляю себе Тигунова, который там читает библиотеку имени меня. Его все просят, там, Рома, прочитай библиотеку. Это самый знаменитый его текст. Но, по большому счету, вот когда я закрываю глаза и ложусь на диван, мне вдруг в голову приходит другая мысль, что это моя память так красиво этот образ воссоздала. А я узнал про Тигунова гораздо более скучно, потому что роман занимался еще и написанием рекламных текстов. И вообще, судя по всему, он был самым первым рекламным текстовиком в нашем городе, в Екатеринбурге. А я в 99-м году пришел в рекламную группу «Телец». И там вот мы как раз нашли вместе с Романом Козловым, моим коллегой, нашли такую упаковку листочков, на которой были написаны слоганы Романа Тигунова. Вот там «Тойота. Ощущение полета», «Они за казино», «Як. Добрый знак». Ну, всякие такие совершенно банальные вроде бы вещи сейчас. Но тогда это все было немножко в новинку. Напоминала Виктора Пелевина «Generation P», которая как раз тогда вышла в 99-м году. И потом так случилось, что Роман Козлов, он уехал в Москву, и эта разработка у него сохранилась. И она несколько лет лежала в Москве. Вот это как раз подборка рекламных текстов Романа Тигунова. Потом, когда я приехал к нему в гости, он ее достал и говорит, слушай, я тут разбираю свой архив, вот тут Тигуновская лежит разработка, тебе надо. Я говорю, слушай, ну, конечно, давай. Я ее вернул обратно в Екатеринбург. И вот она пролежала практически 20 лет в Москве и в Екатеринбурге, пока мы ее в 24-м году не сняли в кино. Но мое знакомство было с Романом Тигуновым именно как прежде всего с креатором, с копирайтером. А уже потом, вот ты говоришь, вышли книги, я их себе купил. Ну, конечно, через какое-то время я уже узнал о нем как о поэте. И вот в 12-м году, когда мне пришлось писать о нем статью, тогда уже я по самые помидоры погрузился именно в стихи Романа Тигунова. Ну, смотри, давай сейчас обратимся как раз к твоей памяти. Возможно, ложной, ну, какая уж есть. Мне интересно, я, видишь, случайно в Екатеринбурге оказался в 89-м на несколько дней. У меня воспоминания, ну, такие воспоминания приезжего гостя, грубо говоря. Ты здесь жил, в конце концов, на Урале. И мне интересно, у тебя вот в памяти осталось ли какое-то ощущение вот от, может быть, конца 80-х, 90-х Екатеринбурга именно поэтического? Ведь был клуб в ДК «Автомобилист», то есть были какие-то тусовки с этим связанные, сам издат какой-то выходил. Вот что у тебя в памяти от того времени осталось? От конца 80-х у меня ничего не могло остаться в памяти, потому что я был школьником и жил в городе Ревда. И как раз в Екатеринбург я приехал в 90-м году, когда поступил в специализированный учебно-научный центр при университете. То есть я здесь старшую школу заканчивал, но это было вот в 90-91 год. В 92-м году я поступил в университет. Поэтому у меня память осталась вот не о Свердловске, когда, в общем-то, началась поэтическая юность Романа Тюбунова в конце 80-х годов, где-то с 85-го, с 86-го, с 87-го года. Разные люди по-разному называют, когда он начал свой триумфальный взлет. Я как раз оказался в Екатеринбурге в 90-м году, но я был школьником, и во всех подобного рода мероприятиях я стал участвовать как раз в годы с 97-го, 98-го, уже закончив университет. Я сначала стал ходить как зритель на все эти площадки, и потом даже стал какие-то стишки сам почитывать, крайнее тогда еще слабое. Пописывать и почитывать на мероприятиях. Потому что даже все читали стихи. Вот эти вот три площадки. Станция вольных почт, Автомобилист и Сурикова-30. В основном я на Сурикова-30 тусовался. Там очень много всяких разных поэтов. И еще какие-то бывшие квартиры переделаны. Я вот сейчас даже не вспомню, как они назывались. У Касимова я был, по-моему, один или два раза. Причем, частным образом, я приходил к Евгению Петровичу зачем-то, с кем-то вместе. То есть это не были Сейшены, знаменитые его. Они как раз у него были в конце 80-х. Я эти все выступления у Касимова не застал. Тоже это все было чуть раньше, возможно. Вот. Поэтому, ну, конечно же, вот мой... Я могу вспоминать только конец 90-х. По сути дела. Вот моя такая осознанная память начинается вот с этого периода. Но Тягунов погиб в 2000 году. То есть получается, что мы с ним вместе-то могли пересекаться вот где-то в районе трех лет совместно. Но это было абсолютно отвязное время, когда люди сидели в залах часто позвякивая пивом. Ты наверняка тоже это помнишь, потому что атмосфера сохранилась довольно долго еще. То есть где-то до десятых годов так оно и было. Потом все это благополучно превращалось, как правило, к концу мероприятия. Часть зала была уже немножко веселая. Часть и не немножко. Кого-то выводили. Вот. Потом мне все это достаточно быстро надоело. Потому что, ну, все-таки, ценность, главная доблесть монаха, презрение, как это, трезвенность, да? Чуть-чуть не оговорился. И, ну, я перестал ходить вот так вот часто на эти тусовки. Ну, тем более, что я к тому времени уже осознал, что я скорее литературный критик, чем поэт. Стихов у меня достаточно мало всегда было. Ну, тем более, когда ты выступаешь на одной площадке там с Тягуновым. Хотя я не помню себя на одной площадке с ним. Ну, злые языки говорят. Ну, там много других поэтов было прекрасных. Да, Виталина Тхаржевская, Максим Инкудинов. С ними-то я точно выступал вместе. Олег Дозмаров. Олег Дозмаров, Аркадий Застырец. Да, именно Домрачева потом. Но она, правда, помладше немножко. Ну, в общем, как-то я начал комплексовать в этой компании. Не без оснований, думаю. Ну, это другое дело. Я так считаю, мне наоборот, очень приятно всегда видеть тебя на поэтической сцене, когда это случается. И дай Бог, вот, почаще тебя видеть. Почаще. Вот. Смотри, глупый вопрос сейчас задам. Вот, с твоей точки зрения, поскольку ты глубоко влез и статьями, и фильмом теперь в тему Романа Тягунова, вообще в историю жизни, в историю его поэзии. И Роман Тягунов, это поэт номер один в Екатеринбурге тех лет? Тех лет, наверное, нет. Вообще тогда, вот это, мое воспоминание, тогда невозможно было выделить кого-то и сказать, что вот это номер один. Потому что это была такая очень демократичная тусовка к текстам друг друга. Вот, по крайней мере, представители моего поколения относились одновременно с пиететом. И в то же время никто никогда не думал, что это там станет какой-то историей литературы. То есть на это не смотрели как на лид-процесс. А те люди, кто смотрел, ну, например, вот Олег Дозмуров или Юрий Казарин или Евгений Касимов, они все были связаны с уже какими-то литературными институтами. Либо с университетом, либо с союзом писателей. И, конечно же, они и знали лучше поле и пространство. И относились к этому как к чему-то серьезному. И публиковались на полном основании. Мы же довольно долго были в самоиздате. И поэтому, ну, вот так вот сказать, что вот это номер один, это номер два. А это вообще наш Пушкин местный. Так никто не мыслил. Вот по большому счету такое осознание по поводу поэзии 80-х-90-х пришло, наверное, уже только после смерти Бориса Рыжего. То есть в начале 2000-х годов, когда Еременко уехал уже. Ну, он раньше уехал, но как бы вот тогда просто начали осознавать, что там Еременко уехал в Москву. Что это какой-то поэт значимый здесь для этого региона. Когда кто-то тоже переехал, там даже за рубеж, не знаю, какой-нибудь Алексей Верницкий, которого тоже здесь долго воспринимали как такого поэта. Ну, потом он начал писать. Ну, и так далее. Вот, в общем-то, когда начался литературный ген, Василий Чепелев когда организовал, но это уже было значительно позже. Вот в это время уже помимо вот такой стихийной работы, ну, появилось что ли осознание того, кто есть кто на Урале. А потом через какое-то время возникла так называемая Уральская поэтическая школа на несколько регионов. То, что организовали Виталий Кальпиди, Андрей Санников и другие. Евгений Туренко, по-моему, к этому был причастен, если не ошибаюсь. Вот тогда, в общем-то, уже возникла такая рефлексия по этому поводу. Но и то, если открыть эти книги, то мы не увидим там, что вот это номер один, это номер два, это номер три, это небожитель, ну, а это так примкнувший. Там тоже такого не было. Вот, поэтому, слишком долго я отвечаю на вопрос про Романа Тигунова, поэтому я не могу сказать, что Тигунов тогда воспринимался как поэт номер один. Он воспринимался как, ну, такой поэт-авангардист, поэт-жонглер, тот, кто очень хорошо владеет словом, тот, кто блистательно подбирает метафоры, тот, кто замечательно стилизует. И вот как в нашем фильме Константин Комаров говорит, видна всегда мысль, и в его строчках всегда видно усилие, которое он использует для того, чтобы подобрать слова друг с другом. Он это делал так, как никто не умел делать. Он был, пожалуй, самым оригинальным, и долгое время люди даже не понимали многие его тексты, настолько они густо и сложно написаны. Но при этом, друзья, надо сказать сразу, я вот свое личное мнение, может быть, оспорю твою точку зрения по поводу поэтики Тигунова и восприятия Тигунова. Я редко, конечно, иногда, редко-нередко, не знаю, зависит от читателя, но я не всегда могу сказать вот это стихотворение об этом. Но при этом мне Тигунова читать не то, чтобы легко, это требует усилия действительно встречного читательского, но он пробуждает какую-то эмоцию, которая может быть не всегда отрефлексирована, но у меня в некоторых его вещах дыхание в конце перехватывает, ну вот знаешь, как слезы, когда подступают, то есть это очень сильная эмоциональная встряска, эмоциональное впечатление от его текстов. Ну ведь у многих поэтов такое бывает, когда хорошие стихи читаешь, этот эффект возникает много где. Вот, кстати, если уж мы заговорили о какой-то, ну стали раздавать места, наверное, надо еще сказать, что тогда ведь Тигунов примыкал, ну на него очень сильно повлиял Еременко, с одной стороны, и Парщиков, а с другой стороны он примыкал вот к тому, что называется группа «Интернационал». Это Дмитрий Рябаконь, Юлия Крутеева и теперь иноагент Евгений Ройзман, но тогда вот действительно многие связывали с ними какой-то, скажем так, авангард поэтический, да, то, что есть в Екатеринбурге. И как-то Тигунов все время находился, ну рядом с ними. Даже вот Дмитрий Тигунов, даже Дмитрий Рябаконь в интервью нам сказал, что одно время даже они сами воспринимали его частью команды, а еще потом первая книга Тигунова вышла в серии «Интернационал», хотя на самом деле Роман никогда не принадлежал, не был участником этой группы. Но вот то, что касается «Интернационала» и того, что рядом с ним, это вот, наверное, и было таким вот, ну что называется, форпостом в 80-е и 90-е годы. Ну, говоря об иерархии, вот я сейчас познаю, ну вот такой условный иерархии, я вспоминаю как раз Кальпиде, одного из создателей Уральской поэтической школы, вообще этой концепции этого явления. Он приезжал в Екатеринбурге, это в начале нулевых, устраивал поэтический вечер, я презентую как раз свою антологию, первый том, и сырловские поэты екатеринбургские приходили, читали стихи, он был такой поэтический вечер, и Кальпиде заканчивал этот поэтический вечер чтением стихов ушедших поэтов. И он их как-то, я так это почувствовал, я был на этом вечере, что он их сам для себя выстроил в некую иерархию, чтобы драматургию вечера правильно завершить, и он завершил Романом Тигуновым. Он прочитал, не помню сейчас кого, потом Бориса Рыжего, и потом Романом Тигуновым, и поставил точку. То есть у меня такое ощущение, что у Кальпиде как раз вот иерархия вот такого рода сложилась. Ну, насколько вот я беседовал с Виталием Кальпиде, он обычно выступает декларативно противником разных иерархий, но я не исключаю, что когда он формировал подборку, он ее формировал именно таким образом, как ты сказал. Тигунов, безусловно, был очень ярким в том плане, что его невозможно было ни с кем перепутать. Вот если мы берем, скажем так, что поэзия это некий авторский код, подход к языку, когда ты таким образом складываешь слова в предложение, что потом это выглядит как какой-то рисунок, то вот у Тигунов этот рисунок был самый узнаваемый, наверное, из всех поэтов, которые были. Хотя это никак не связано, бывает даже с каким-то модернизмом или авангардизмом, какими-то приемами такими, а-ля Ходосевич или а-ля Даниил Хармс, хотя тоже Роман Тигунова многие тексты можно сравнивать с ними. Вот там, допустим, ты берешь текст Бунина, абсолютно классически написанный, но ты можешь предположить, что это Бунин, и я очень часто, плохо зная бунинскую поэзию, но немножко понимая в его поэтике, я очень часто угадывал тексты Бунина просто по их звучанию, но просто потому, что вот есть то, что называется код. У Тигунова даже угадывать не надо, это настолько узнаваемо, что на общем фоне людей, которые, может быть, пишут не так ярко, он, конечно же, сразу же обращал на себя внимание, и многих это, наверное, даже раздражало. Слушай, ну давай вернемся к фильму. Давай. В вашем фильме вот образ времени играет очень большую роль, там много и каких-то документальных нарезок, там с 28-го съезда, 27-го съезда КПСС и прочее. В какой степени, по-твоему, Роман Тигунов, он выразитель в этой эпохе? Мне кажется, вот в этом смысле Тигунов поэт действительно уникальный. Ну, мы знаем множество поэтов конца 90-х, начало 90-х, конца 80-х. Кто-то из них более талантлив, кто-то менее талантлив, кто-то более выступал на авангарде тех политических событий, которые происходили, кто-то меньше. Но вот в Тигунов, на мой взгляд, идеально сошлись вот эти вот несколько векторов. С одной стороны, он яркий самобытный поэт, очень хороший. А с другой стороны, он действительно... Ну, то есть вот мы, когда иллюстрировали его жизнь, пытались его вписать в эпоху, так, чтобы получилась такая панорама, вот жизнь поэта, а вот жизнь страны. Вообще не пришлось делать никаких усилий. Он настолько идеально вписывается какими-то основными вехами своей биографии вот в то, что происходило тогда в Советском Союзе и молодой тогда постперестроечной России, что становилось просто, ну, порой оторопь брала. Допустим, вот с Надеждой Герасимовой, со своей последней любовью, он встретился 1 октября 1993 года. Как раз за два дня до обстрела Белого дома, например. И вот таких совпадений, таких событий в его жизни было довольно много. Поэтому, ну, вот, на мой взгляд, это просто из-за того, что вот упомянул письмо Генсеку, что он как раз начал именно с того, что в 87-м году он попробовал как раз обратить на себя внимание за счет вот конфликта между Ельциным, Горбачевым и Легачевым, написав вот этот вот текст, собрав какие-то старые свои стихи, объединив их в поэму, просто там расставив главы внутри них. Получился очень пестрый, очень неоднородный текст, в котором, ну, довольно много интересных мыслей и интересных отдельных разделов, отдельных стихов получилось. И таким образом он как бы обозначил себя среди, ну, что он значим с точки зрения политики. И там он написал в стихах, я думаю, то, что многие думали тогда про Горбачева, про его политику. Многие думали, ну, так вот, в бытовой жизни, на кухнях обсуждали, да, и так далее. То есть он, а он просто написал про это стихи. Некоторые стихи очень яркие. Искусство отстает от Горбачева в умении базарить отвлеченно, когда он там говорил про то, что неужели нельзя скользить по привычной дороге, ориентируясь именно на, ну, то есть на то, что не нужно отказываться от тех способов развития, которые были в СССР. И тогда все это понимали, да, что страна хотела перемен с одной стороны, а с другой стороны, эти перемены приобретали какой-то, уже тогда, в конце 80-х, в эпоху перестройки, приобретали какой-то не тот характер, который, в общем-то, все хотели. И вот Тигунов, на мой взгляд, стал именно тем поэтом, который выразил это лучше всего. Ну, вот, когда мне в комментариях там пишут, да, что-то, какое-то недоверие к поэзии, что вы говорите, вот Тигунов был единственным поэтом, который так вот предсказал распад Союза, который обратил внимание на то, что с помощью звуков, слов и смыслов можно разрушить целую большую страну, а это есть в этой поэме как раз, там есть эта тревога, там есть такое печальное пророчество, если можно так сказать, то как раз я, ну, задаю себе вопрос, а скажите, кто еще? Вот назовите мне еще такого поэка, ну, Еременко, может быть, по стопам которого Тигунов шел, ну, возможно, там какие-то поэты московского андеграунда или там питерского андеграунда или где-то еще, но у них у всех это было где-то либо на периферии творчества, либо, ну, как-то не так ярко, а вот у Тигунова оно получилось не в бровь, а в глаз, несмотря на то, что не целиком письмо Генсеку, текст хороший, да, там есть прям провальные какие-то куски, видно, что он там на живую нитку все это собирал, но вообще-то это вот такое высказывание, которое, как это ни удивительно, но осталось в литературе, на мой взгляд. Ребята, кто нас слушает, я сразу рекомендую сейчас снова поставить на паузу наш эфир и вернуться к нему. Загуглите вот буквально «Роман Тигунов. Письмо Генсеку». Этот текст полностью в сети выложен на нескольких ресурсах, и вы найдете. Прочитайте, посмотрите, сложите свое впечатление, потом можете в комментариях даже поделиться. Очень интересно ваше мнение. Смотри, вы взяли огромное количество интервью в фильме, и это были близкие люди Тигунова, знавшие очень хорошо. Ты сам Тигунова лично не знал, но у тебя наверняка какое-то сложилось впечатление именно не как о поэте, а как о человеке, о романе. После вот этих бесед наверняка большинство и вправе фрагментов и не вошло в фильм, потому что я знаю, что это все время с ножницами сидит редактор. Какое у тебя впечатление осталось о Тигунове как о человеке после этих бесед? Тигунов как человек – это такой, с одной стороны, я бы так назвал его, безусловно, это такой человекодержимый поэзией. Что их объединяло с Рыжим, с Борисом Рыжим, то, что они всеми силами хотели реализоваться именно как поэты оба, и тот, и другой. И это у них настолько приоритизировало их жизнь, настолько выходило на первый план в сравнении со всеми остальными вещами, там, семья, заработки, что вот им хотелось реализоваться именно как поэтам. Но только если Борис Рыжий шел через вот этот образ, который он создал, через своего лирического героя, через Торчермет, через, ну, такую, может быть, ностальгию по Советскому Союзу ушедшему, по пионерскому детству, у него там очень много вот этих образов. И в то же время, да, вот эта вся бандитская тема, которая у него возникает, то Тигунов шел через смыслы, он шел через, я бы даже сказал, может быть, философию какую-то, через метафизику, когда он пытался слова объединять, описывая какие-то проблемы даже в своей жизни, это может быть, там, любовь, или это может быть какая-то гражданская жизнь, или там тоже политические отношения в стране. Вот таким вот образом они просто по-разному это делали. Но то, что у обоих это была, ну, магистральная линия, это вот то, что в себе все подчиняло, это абсолютно однозначно. А дальше, ну, вот мы представляем 90-е годы, Борис очень сильно страдал из-за этого, из-за того, что он не мог реализовать этот дар полностью. И Тигунов очень сильно страдал, но только Тигунов вот попробовал вписать его в рекламную деятельность. Достаточно рано, да, это началось где-то в 92-93 году, судя по всему. И по большому счету, ну, дальше у них получились такие две немножко разные дороги. Борис заливал нереализованность алкоголем, да, Тигунов не заливал это алкоголем. Он начинал ловчить, приспосабливаться каким-то образом, искать, где можно подзаработать. Он пошел по такому, ну, если можно так сказать, по пути прохиндейства. И этого прохиндейства в нашем фильме достаточно много. Ну, конечно, какие-то эпизоды нам пришлось упустить, потому что, ну, фильм получился бы слишком длинный, да, и образ получился бы нецелостный в этом плане. Но главное в нем было вот именно это желание описать человека через стихи, выразить его через стихи. И если у него что-то не получалось, да, он мог даже пожертвовать, не знаю, личной жизнью, на мой взгляд, если его не понимали те женщины, с которыми он жил. Он мог пожертвовать отношениями с детьми, с друзьями, но просто потому, что ему нужно было реализоваться, прежде всего, как поэту. Ну, говорят же, что говорят же, что с творческим человеком жить это вообще ад. Видимо, так же и было. Видимо, так и было. Но вот хотя мы беседовали с Надеждой Герасимовой или вот с его сестрой, я бы не сказал, что для них это был ад. Тут, видимо, просто еще важно, чтобы тот человек, с которым живет творческая личность, та человек, с которой живет творческая личность, если мы говорим о мужчинах-поэтах, тоже был к этому готов. Хотя вот Надежда Герасимова говорит, что их альянс удался именно потому, что она не была поэтом, и у нее не было никаких амбиций поэтических, в отличие от предыдущих некоторых женщин романа Тягунова. Я говорил в фильме очень много интервью, мы сейчас об этом как раз говорим, и я понимаю, сам в свое время поработав над документальным кино, я понимаю, что очень много остается за кадром, потому что в процессе, ты в любом случае, вот у нас фильм, как последний, вот помнишь меня, я помню, первая сборка была, значит, порядка двух часов, финальный монтаж, он около пяти минут. Есть ли вещи, может быть, ты о них сейчас нам поведаешь, если вы не планируете выпустить какой-то авторский диск с дополнительными материалами, есть ли вещи, которые не вошли в фильмы, о которых ты жалеешь, что они не вошли? Я не жалею о чем-то, о чем фильм не вошло, потому что, на мой взгляд, получилась какая-то структура близкая к идеальной, там что-то можно было, не знаю, сделать более тщательно, конечно, но всегда есть шероховатости, которыми ты недоволен по итогам работы. Но чем я доволен в этом фильме, так это вот монтажные версии, потому что самое главное удалось нам сделать, на мой взгляд, то, что фильм смотрится на одном дыхании, там, ну, как бы, каждое слово на месте, очень плавно перетекает одна сцена в другую, выстроены конфликты, и в этом плане, ну, я вот, вот есть такой фильм, вот, конечно же, мы хотим выложить что-то, что осталось за кадром, но не хочется очень сильно, что не вошло, не вошло, на самом деле, два блока, которые мы, честно, задавали вопросы и планировали про них, это блок, связанный с Наташей Ашатаян, с любовницей Романа Тюгунова, которая прославилась тем, что писала стихи и их читала, и даже какие-то премии получала на городских конкурсах, но все знали, что это текст Романа Тюгунова, вот, сама Наталья, которая сейчас проживает в другом городе, это отрицает, она, я пытался с ней связаться, она оказалась не в восторге того, что она будет участвовать в фильме, в итоге ее так и нет, но она бы была просто, она монтажного туда плохо вклеивалась, это, конечно, да, это бы, ну, на самом деле, какую-то страницу жизни Романа Тюгунова тоже бы еще раскрыла, вот, ну, и скользкая тема, это Роман Тюгунов и наркотики, но тут, мы когда просто соединились, то, что нам другие люди, мы честно задавали вопросы все об этом, у нас не было цели как-то Романа Тюгунова сделать розовым, пушистым, обелить, вплоть до родственников мы эти вопросы задавали, столкнулись с тем, что просто никто ничего толком не знает, все настолько путались в показаниях, кто-то говорил, да, конечно, несомненно, Тюгунов употреблял наркотики, а при вас он употреблял? Нет, при мне не употреблял никогда, но все знали, он был таким уставшим, он там был раздраженным, ну, при всем при этом, тут же говорится, что он приехал там из Тюмени с выборов и был уставшим и изможденным, я как человек, который, ну, тоже часто бываю в командировках, я могу представить себе, что такое приехать из командировки и, например, сразу пойти куда-то читать стихи, ну, ты действительно будешь выглядеть серым лицом, ну, и так далее, и кто-то может тебе приписать что-то. Судя по всему, он покуривал какую-то травку, вот, ничего страшнее, и те, кого мы опрашивали, мы опросили 14 человек, не помнят и не могут сказать, вот, правда, были вот такие люди, которые отказались нам давать интервью, потому что говорили, ну, да, но я вам не скажу ничего. Видимо, там были какие-то опыты употребления тяжелых наркотиков, это сейчас домыслы в чистом виде, это просто мои предположения, но вот те люди, которые могли бы об этом рассказать, это сейчас не скурившиеся, там, не сторчавшиеся наркоманы, да, это достаточно успешные люди сейчас, но просто это были 90-е годы, и, возможно, там была какая-то практика совместного употребления чего-то, о чем сейчас люди не хотят вспоминать, то есть, по большому счету, я вот даже сейчас говорю, да, очевидно, понятно, что не ясно ничего, но абсолютно точно, что он не был наркозависим, потому что, ну, ну, просто видно и количество стихов, которые написаны, да, и количество рекламных кампаний, которые в конце жизни он делал, там, премия «Мрамор», в конце концов, у него все время были какие-то творческие идеи, он книжку готовил, ну, и слышно даже по речи, несколько интервью на радио он записал, слышно, что, в принципе, это был психически достаточно здоровый человек, и вот поэтому, да, это просто получился какой-то настолько рыхлый блок, что мы его в фильм не включили. Понятно, ну, смотри, двигаясь к финалу фильма, финал, в общем-то, трагический, собственно, как и жизнь, не было, началась трагедия, он выпал из окна непонятным образом, вот, но много версий, дело сейчас не в том, почему это случилось, как это случилось, мне хотелось бы твое мнение услышать по поводу, знаешь, мистического, метафизического смысла ухода по этой жизни, в данном конкретном случае, наверняка, в этом есть какой-то высший смысл, да, в случае с Тибуновым, в частности, или какой, по-твоему? Ну, конечно, я не смогу сказать, почему это с ним произошло, хотя конкретно этот вопрос я задавал всем участникам, он у меня прям был вопросник, как один из общих вопросов, кто-то говорит, что это и раньше с ним могло произойти, потому что, ну, он был такой человек достаточно горячий, общался с очень разными людьми, в том числе, и там, среди его знакомых были представители бизнеса, которые занимались всякими сомнительными криминальными сделками, ну, то есть, как бы, в какие-то моменты, да, тогда все ходили немножко под дамокловым мечом, потому что, ну, время было опасное, вот, с другой стороны, мне кажется, здесь дело, я вот это все, как раз об этом рассуждаю в первой своей статье про Романа Тибунова, да, там, там не фильм, там можно было подумать, помыслить, сделать шаг в сторону, она называется «Обращение назад», жизненная ситуация, пограничная ситуация Романа Тибунова, вышла на журнале Урал в 2012 году, в августовском номере, можно ее легко найти, в читальном зале, в журнальном зале, в интернете, вот, вот, мне кажется, что, как раз он настолько, с одной стороны, влез в такие тонкие дебри, описание жизни, описание себя в ней, в этой ситуации, как раз вот занялся тем, что стал исследовать защитную роль языка для социальной жизни, ну, там, знаменитое его стихотворение «Библиотека имени меня» или чем заканчивается тоже письмо Генсеку, «Устав ломать и начал строить коня для Трои». Вот этот образ троянского коня, образ зеркала, образ чисел, то, что он написал, образ пробоины в мире, которую нужно чем-то заделывать, и, вот, мне кажется, вот он писал-то так сложно, именно для того, чтобы вот эти вот образы, метафоры, они таким образом как-то должны были, ну, вот, как бы заткнуть эту самую дыру, то есть вот он боролся все время вот с этим вот метафизическим сломом, что ли, языковым сломом, когда новое явление проникает сюда, а ты не знаешь, как их назвать, и возникает некий хаос. Юрий Лотман называл это ситуацией культурного взрыва, момент непредсказуемости, да, когда вот что-то такое происходит, когда ты вдруг оказываешься в мире предметов, вещей, явлений, а ты не знаешь, что это. Вот представьте, вы в определенный момент выходите, да, а там другой мир, какие-то предметы, которые вы не можете назвать, люди говорят какие-то вещи, ну, вы на другой планете, да, вот как у Станислава Лема, да, помнишь, там есть рассказ, где все жители на какой-то планете пользуются сипульками, главный герой, Йон Тихий, он не знает, что такое сипульки, он пытается всех расспросить, что такое сипульки, ну, как сипульки, это часть процесса сипуления, а что такое процесс сипуления, ну, как, берешь сипулькарий, он в словаре смотрит, да, что такое сипульки, сипульки, часть процесса сипуления, для использования сипулькария, вот, точно так же, да, вот, на самом деле, ему было важно все сипульки называть какими-то понятными именами, и вот поэзия Тигунова, он занимается именно этим, он как бы восстанавливает, вот этот вот бреши в повседневности, тоже другой философ, Альфред Шутц это называл, вот то же самое, что Лотман называл, культурными взрывами, он все время последствия культурных взрывов как бы устранял, и вот здесь дальше, да, он увлекся как раз рекламой, и попробовал перенести вот эту свою деятельность, вот эту сакральную деятельность, которая у него была в поэзии, она выходила за рамки поэзии, собственно говоря, удовольствие от писания стихов, а здесь он это перенес на рекламу, и по большому счету, когда он стал к рекламе так относиться, стал писать рекламные тексты с теми же мерками, реклама мама речи, да, и так далее, есть у него такая концепция, можно найти его тексты про рекламу, где он прямо вот говорит, что реклама должна пропагандировать русскую речь, вот диковато, я тогда тоже работал в рекламе, ну, это ужасно, если вот, ну, просто меня-то просто все передергивает от осознания того, что может произойти, если вот так начать делать, а он, видимо, всерьез это воспринимал, и таким образом как-то незаметно подставился, вот, просто, ну, оказался в какой-то момент с какой-то стороны не защищен, развернувшись вот к этой самой рекламе, и здесь-то его вот метафизически настигло, что-то с ним такое произошло, если долго вглядываться в бездну, да, бездна в какой-то момент начинает вглядываться в тебя, и тут, видимо, она его подкараулила, вот, ну, никто ничего не знает по поводу обстоятельств его смерти, кто скинули ли его из окна, либо он сам упал, либо его заперли в комнате, ну, в нашем фильме есть все эти версии, перечисляются, в общем-то, так же, как они есть в книге «Азбука имени», где все наши визави, в основном, ну, почти все, да, у многих, к сожалению, мы не смогли взять интервью, потому что материала было слишком много, они все об этом говорят. Ну, смотри, буквально на моих глазах, да, на наших глазах происходит какой-то рост феноменальной интереса к Роману Тягунову, ведь я в Екатеринбург переехал в нулевые годы, ну, собственно, в нулевом году я переехал, и первое время, ну, вот, не было такого, что прямо вот Роман Тягунов, Роман Тягунов, это, видно, звучало, а потом, вот, на моих глазах это все стало происходить, и в какой-то момент, вот, ну, сейчас, как минимум, даже затмил образ Романа Тягунова Бориса Рыжева, почему вообще, как ты думаешь, сейчас вот пробуждается такой активный интерес к творчеству Тягунова, помимо усилий, конечно, людей, которые вовремя чему. Да, ну, во-первых, это поэзия, ну, мы уже говорили про то, что просто многие тексты звучат очень ярко, современно и актуально, вот, актуальность некоторых текстов Тягунова сейчас, мне кажется, гораздо выше, чем тогда, когда он их писал в конце 80-х, начале 90-х, и происходит такая, ну, своего рода борьба, что ли, за Тягунова среди, даже, если так можно сказать, политических сил в современной реальности, кто-то хочет сделать из Тягунова такого оппозиционера, какие-то его строчки интерпретирует, как будто бы то, что он боролся с властью, ну, я читал его записные книжки, это достаточно смешно звучит, потому что Тягунов всегда был к власти достаточно лоялен, ну, правда, он жил при Ельцине, и Путина застал там чуть-чуть совсем, но никогда он не говорил ничего такого оппозиционного, хотя относился, естественно, как любой нормальный человек к власти, к властным институтам, к политике с иронией, это у него было, но это что не мешало ему писать абсолютно такие лирические стихи про Россию, скажем так, которых у него достаточно много, он хотел создать даже календарь абсолютно датской поэзии, ну, вот как раз была попытка даже, как бы, с помощью поэзии заработать, да, вот как раз часть вот этой рекламной деятельности, о чем я уже говорил, то, что в итоге завело его непонятно куда, но у него это получалось очень органично, он настолько это делал не пафосно, да, там, не как-то не пропагандистски это у него выходило, да, очень-очень естественным образом, вот, что за вопрос-то, ужасно, почему происходит такой рост интереса, а, почему происходит рост интереса, вот, а потом возник субъективный фактор, без него никуда не денешься, Олег Дозмуров написал в 2006 году текст, который называется «Премия Мрамор», в котором, ну, по сути дела, весь текст это воспоминания о Рыжем и Тягунове и о том, как они взаимодействовали, текст очень такой щемящий, сложный, большими абзацами написанный, я его, если честно, прочитал раза с пятого, наверное, потому что он, ну, такой, такие очень тяжелые воспоминания, человек, который их писал, вообще не думал о том, как это будет восприниматься другими людьми, но тем его весомость интереснее. Вот, потом каким-то юбилейным моментом, там, Евгений Касимов стал что-то публиковать, Виталий Кальпиди стал что-то публиковать, и дело кончилось в том, что вот в 12-м году, в 2012-м году, к юбилею Тягунова, который родился в 1962-м году, возник вот тематический номер журнала Урал, Олег Дозмуров его как раз тоже инициировал, Надежда Колтышева, редактор журнала Урал, это поддержала, и вот с этого момента можно сказать, что, ну, вот, как бы интерес к Тягунову, как-то вот просто количество переросло в качество, с этого момента интерес к Тягунову стал расти, его как-то выделили на фоне, вдруг рядом с Борисом Рыжим, оказался вот еще один поэт, тем более, что Рыжий покончил с собой через 4 месяца после Тягунова, и они как-то вот эти две смерти рядом стоящие, их всегда, ну, как бы, рядом ставили, но раньше просто Тягунов воспоминался как какая-то теневая фигура, иногда даже зловещая фигура, которая повлияла на Бориса Рыжего, а тут вдруг просто благодаря тому, что появился новый материал для анализа, все посмотрели и вдруг увидели, что Тягунов на самом деле интересный человек и незаурядный поэт, про которого Рыжий очень отзывался, тем более комплиментарно, и считал его своим старшим другом. И, естественно, как только его разглядели, стали вглядываться в него гораздо пристальнее, стали читать его стихи. В 2011 году вышла его вторая книга, достаточно полная библиотека имени меня. Ну и, конечно же, все стали сразу говорить про то, что его нужно издавать больше. Появился Владимир Матвеев, который стал собирать скрупулезно его тексты. Короче говоря, появилась уже команда единомышленников, которая начала эту тему просто копать. А чем больше ты копаешь и выкладываешь результаты своих находок, то, что ты откопал, тем больше и больше интерес, ну как бы, тем более, чтобы было бы к чему проявлять интерес. А в случае с Тигуновым это все достаточно интересно и весело. В этом смысле я так воспринял сразу ваш фильм как такой, знаешь, еще один кирпич в стене, да? То есть, вот формируется некое сейчас вот такой мемориал Тигунова, все пытаются в нем разобраться, в нем, в его поэтике. И фильм тоже вот туда очень хорошо и органично встраивается, еще один этаж на отстраивая в этом здании, но здание еще, видимо, не достроено до конца. Ну, конечно. Вот сейчас мы ждем все выхода книги с нетерпением. Собрана достаточно самая полная книга сейчас Тигунова. Ну, практически все, что известно, оно будет там собрано. Ну, там за редким исключением все время находятся какие-то еще служебные тексты, какие-нибудь рекламные текстики или там политические тексты его находятся. Но вот все, что нужно, чтобы оценить Тигунова как поэта в новой книге, которая называется «Мы переводим с русского на русский», и должна вот-вот в этом году, надеюсь, выйти в здательство «Кабинетный ученый», вот этого как раз то, ради чего мы все работаем, потому что это будет как раз-таки новая веха. И, по сути дела, я воспринимаю наш фильм как такую, если можно сказать, маркетинговую акцию большую для тех, кто о Тигунове ничего не знает, для того, чтобы подготовить общественность к тому, что выйдет такая книга. Мне очень не нравится слово «мемориал», хотя я понимаю, что в нем ничего плохого нет как таковом, но мне бы очень не хотелось, чтобы Роман Тигунов стал какой-то глянцевой фигурой. Это, конечно, неизбежно всегда происходит, как культуролог могу сказать, что там, я Бориса Рыжего видел два раза в своей жизни, но то, что сейчас говорят про Бориса Рыжего, немножко отличается от того, каким он был в бытовом общении на самом деле. Подозреваю, что, конечно же, с Тигуновым может быть произойдет то же самое, но это не отрицает и обратного движения, то, что можно, изучая такие общепринятые материалы о писателе, о поэте, все-таки найти в нем заново живого человека. Можно как создать бронзовый образ, точно так же этот бронзовый образ можно вернуть обратно в эту живую стихию, из которой он в общем-то возник. Но мы как раз очень следили в фильме, чтобы все-таки там остался образ живого человека. Многих наших слушателей, и я надеюсь, что и многих просто читателей ждет все-таки это приятное открытие Романа Тигунова, потому что, ну, понятно, мы в Екатеринбурге живем, мы немножко в контексте, мы знаем это имя, мы знаем эти стихи, но вот если бы можно было бы кратко, там, в двух, в пяти, в семи словах, рекомендовать Романа Тигунова людям, которые вообще никогда не слышали этого имени, как бы ты это сделал? Ну, это поэт, я уже, в общем-то, что-то сказал, да, ну, буквально несколькими словами, что это поэт эпохи перемен, неузаурядный поэт эпохи перемен, который наилучшим образом отразил свое время, который наилучшим образом отразил отношения человека с высшими силами в это время, и который очень четко сказал о Екатеринбурге, об Урале и Свердловске какие-то слова, без которых этого региона не понять. Вот, Борис Рыжий отразил вторчермет, без Бориса, он, по сути дела, он сделал вторчермет, да, вот сейчас ты приезжаешь на вторчермет, это родина Бориса Рыжего, а Тигунов ну вот этот вот создал, что называется, как Рыжий тоже сказал, сказочный Свердловск, но только Рыжий создал сказочный Свердловск, а Тигунов ну зеркало поставил, и вот если вы хотите увидеть ну образ ушедшего города, позднесоветского города, вот посмотрите в зеркало поэзии Тигунова, вот мне кажется, ну только надо внимательно, конечно, вглядываться, да, то есть быстро там ты не поймешь то, что ты увидел, но если внимательно посмотреть, как человек, который всю жизнь в этом городе прожил, я имею в виду Тигунова, этот город любил, что сложно, даже современный Екатеринбург любить сложно, а вот он как бы это сделал, и мне кажется, поэтому он просто достоин внимания, но поскольку поэзия Тигунова жива, я не могу, как, ну не знаю, про поэзию Тютчева или Фета, великая поэзия, но это поэзия прошлого все-таки, я не могу сказать, что раз, два, три, четыре, пять, все, пять пунктов, читайте, стихи есть стихи. Спасибо тебе, дорогой друг, мы, по-моему, очень хорошо поговорили, я, по крайней мере, получил громадное удовольствие и кое-что для себя новое открыл, я, конечно, просил тебя два слова, в крайнем случае, семь, но я рад, что мы сегодня были достаточно разговорчивы, друзья, сообщество, культуролог Георгий Цыплаков и в Телеграме канал, и в ВК, группа, обязательно подписывайтесь, читайте, Георгий просто сыпет перлами постоянно в этих своих пабликах, обязательно смотрите фильм Роман Тягунов, он 50 минут, выложен в открытый доступ, в сети вы его легко найдете, и самое главное, читайте Романа Тягунова, его стихов в сети много, а будет еще больше, будут книги, заходите в книжный магазин и спрашивайте, вот, ну и самое главное, подписывайтесь на рабочую помощь в Телеграме, ВК. Да, я добавлю еще, что в ВК есть сообщество, поэт Роман Тягунов, если кого-то этот поэт заинтересовал, то все материалы от биографии до критики вы найдете в этом неплохом сообществе, подписывайтесь, я на него тоже подписан. И я тоже подписан. Друзья, давайте прощаться, мы обязательно с вами еще свидимся и с Георгием, и с Владиславом Граковским, который в Штутберте тоже ждет возможности выйти с нами на связь, будем разговаривать обо всем, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Пока.